Здравствуйте, дорогие трейдеры! Добро пожаловать на канал экономических новостей Инстафорекс ТВ. В студии Анна Касаткина. Коррекция стоимости барреля черного золота на товарном рынке оказалась непродолжительной. В ходе боев в Ливии один из крупнейших экспортных терминалов оказался в огне. Пожар уничтожил порядка 800 тысяч баррелей нефти. Новость об этом помогла ценам немного скорректироваться. Аналитики спрогнозировали флетовое движение котировок Brent около отметки в 60 долларов, а WTI в диапазоне 55-56 долларов за баррель. Однако такие прогнозы оказались слишком оптимистичными. Начало европейской торговой сессии трейдеры североморской нефтяной смеси марки Brent встретили с медвежьими настроениями. Цена не удержалась выше отметки в 60 долларов США за баррель. Власти Ливии, учитывая текущие условия, просят наценку. Но пока инвесторы остаются глухи к таким просьбам. Алжир также пытается повысить стоимость энергоресурсов. Министр нефтяной промышленности Юсеф Юсфи призвал страны, входящие в состав картеля ОПЕК, сократить предложение нефти на товарном рынке путем снижения добычи углеводорода. Но пока обращение остается без ответа. При торговле золотом аналогичная ситуация. Медведи сильнее быков. Котировка драгоценного металла остается ниже отметки в 1200 долларов США за тройскую унцию. Последние макроэкономические отчеты Соединенных Штатов не дают расслабиться американскому доллару. Ожидание повышения процентной ставки Федрезервом увеличивает спрос на доллар США, оказывая давление на котировку золота.